Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в нашей программе «Домашний доктор» участвует Валентина Васильевна Улич, заместитель премьер-министра Республики Карелия. Валентина Васильевна, вот знаете, с чего бы мне хотелось начать разговор? Конец года, столько было событий, и как-то не очень заметно прошло появление у нас министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Может быть, потому что мы уже приучены к тому, что если какое-то ЧП, туда едет министр. Вот по какому поводу, и сколько у нас было, и чем интересовалась у нас министра здравоохранения России? На самом деле Вероника Игоревна Скворцова очень хорошо знает Карелию. Прежде всего она была в рамках работы Государственной комиссии подготовки к столетию Республики Карелия, так как она возглавляет первую рабочую группу, включающую в себя все социальные отрасли. Это очень сложная работа, тем более социальные объекты не вошли в программу к столетию, только отдельные мероприятия там зафиксированы, а все остальное мы проводим через федеральные целевые программы. Это очень большая работа, и благодаря Веронике Игоревне во многом решается. Но на самом деле Карелию она знает очень хорошо. Она уже у нас была в Кемском районе, в Беломорском районе, в Сартовальском районе. Она очень хорошо знает географию нашей Республики. И здесь она уже посещала много больниц, в том числе в свой предпоследний визит. Она была в больнице скорой медицинской помощи, станцию скорой помощи, посещала, смотрела работу диспетчерской службы. А в этот раз она посещала детскую республиканскую больницу, потому что готовится следующий этап модернизации системы здравоохранения. Это вот после реализации строительства перинатальных центров планируется, пока еще только планируется, ремонт и строительство детских учреждений здравоохранения. Это детские больницы и детские поликлиники. Это во всей стране, да? Во всей стране. И вообще сейчас на детство уделяется особое внимание, потому что та демографическая ситуация, существующая сегодня в Российской Федерации, она требует буквально очень бережного отношения к детству. И с учетом перехода всей страны уже на выхаживание глубоко недоношенных детей, та система, которая у нас сегодня сформирована, была ей очень интересна, тем более, что показатели работы системы детства по сравнению с российскими субъектами у нас очень неплохие. У нас достаточно... В Северной Республике. В Северной Республике, да. Не самой благополучной в России. Низкий показатель детской смертности вообще. Он один из самых низких в Российской Федерации. У нас достаточно стабильно низкий показатель младенческой смертности. Второй год у нас уже нет материнской смертности. Эти показатели достаточно... Фу-фу-фу. Да. Позитивные. И она посмотрела всю систему организации медицинской помощи именно на базе детской республиканской больницы. А она у нас единственная, которая оказывает все виды медицинской помощи детям республики, за исключением кардиохирургии и трансплантации органов. На самом деле я под впечатлением очень сильного и гармонично развитого медицинского учреждения. Мне очень понравилась детская республиканская больница. Но самое сильное впечатление – потрясающий коллектив. И очень креативная и какая-то творческая администрация больницы. Много молодежи, прекрасно развитая информатизация, единая электронная медицинская карта, телемедицина, которая позволяет проводить консультации по самым сложным больным с ведущими федеральными центрами. Очень сильная неонатология, сильная реанимация, причем в том числе детей в перинатальном периоде. Но в прошлом году родилось 27 детишек меньше килограмма весом. Все выжили, более того, выжили без инвалидности, потому что предусмотрено все необходимое для диагностического мониторинга и проведения необходимых коррекционных процедур, включая, скажем, операции на глазах. Поэтому самая частая причина инвалидности – ретинопатия на вооруженных – здесь не отмечается. Делаются уникальные операции по очень многим высокотехнологичным направлениям. Очень важно, что выстроим фактически полный цикл введения каждого больного от реанимации до восстановления. Прекрасный блок реабилитационный и с водолечебницей, со всеми необходимыми современными методами, аппарат психологов, нейропсихологов, логопедов. Ну, я на самом деле хочу сказать, что прекрасные учреждения, не случайно показатели работы этого учреждения очень радуют. И я уже не буду говорить о таких страшных показателях, как летальность. Очень низкая, стремится к нулю. И, ну, по сути дела, каждый ребеночек, он любим, и создаются условия, близкие к домашним, и для ребенка, и для родителей. Так что я хочу республику Карелия поздравить с такой больницей. Сейчас проходил конкурс «Лучший врач Карелии», да? Скажите, пожалуйста, вот как там отбирали? Почему вдруг в этом огромном конкурсе победил педиатр? В Пряжинской поликлинике доктора Амосова Людмила Алексеевна. Она уже второй год побеждает в этом конкурсе. Но надо отметить, что в последнее время, несмотря на все проблемы, несмотря на такое достаточно критичное отношение к здравоохранению, и есть проблемы, и есть за что критиковать, но все-таки появляется очень много людей, которые говорят спасибо докторам. У нас все-таки, мне кажется, очень большой разрыв между высокими технологиями и поликлинической помощью. Вот как эти дети, которые в деревне, в поселке. Вот тут, конечно, в детской республиканской больнице попадешь. Туда еще попасть надо. Все, туда еще попасть надо. Туда еще попасть надо туда. А вот там как? Вот как вот он по всей стране, не только в Карелии. К сожалению, вы абсолютно правы, этот разрыв, он очень велик, потому что здравоохранение, вообще медицина развивается очень быстро. И там, где вот есть крупные центры, крупные больницы, есть возможность внедрять современные технологии. Но сегодня в республике 808 населенных пунктов. И во всех населенных пунктах живут дети. И, к сожалению, подавляющее большинство этих населенных пунктов очень маленькие по численности, где живет там 100, 150 человек, 200 человек. То есть создать там нормальную систему просто невозможно. Там, где есть ФАПы, они, конечно, сохраняются. Даже при развитии сегодня выездных форм работы, то есть выездные амбулатории мы покупаем, это не решает проблему. Сегодня во многие поселки даже не доехать. Поэтому идет формирование неких таких дворовых хозяйств, где люди получают первичную, вернее, обучаются оказанию первичной помощи. У них там есть телефоны, линии связи, где они могут всегда связаться. А на самом деле для таких поселений, в перспективе мы это планируем, это, конечно, развитие дистанционного консультирования. Например, в Пряжинском районе у нас сейчас отрабатывается модель, когда любой человек посредством... Ну, мы развиваем электроэлектронику, у нас много гаджетов различных, то есть дистанционно могут передать уже показания электрокардиограммы и так далее, чтобы человек мог передать это доктору, и доктор мог бы быстро отреагировать, либо выехать бригадой, либо дать срочную консультацию, что надо сделать, и параллельно выезжать. Поэтому у нас сейчас очень развивается, конечно, выездная форма работы. Сегодня можно обратиться и в больницу, и в страховые компании, через электронные варианты связи. Но далеко не все, во-первых, владеют этими вещами, во-вторых, далеко не везде есть прочная связь, стойкая такая, надежная связь. Но вот обещал же министр связи, что прям все наладится скоро. Да, потихоньку налаживаются те планы, которые... Да, 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 я поняла, что мы говорим о министерстве связи Российской Федерации. Те планы, которые были заявлены на 2016 год, они выполнены. Но, к сожалению, говорю, республика колоссальную территорию имеет, малую плотность населения. Это, пожалуй, одна из серьезных проблем для организации любого вида социальных услуг. Надо выполнять программу строительства фельдшерско-акушерских пунктов. И, конечно, у нас серьезная проблема стоит с оказанием такой очень специальной помощи, наркологической. У нас планируется развитие детской наркологической службы. Пока мы работаем во взаимодействии с Вологодской областью, но в этом есть необходимость. И, конечно, развитие реабилитации. Ну и, наконец, перинатальный центр. Он, конечно, будет, потому что сейчас появился новый субподрядчик. Мы уже с ним тесно работаем. Безусловно, этот перинатальный центр очень нужен, потому что он нам поможет сделать полноценный третий уровень оказания помощи женщинам во время беременности родов и, конечно, прежде всего детям. Потому что сегодня у нас нет полноценного учреждения со всеми этапами выхаживания. То есть у нас перинатальный центр оказывает помощь при рождении осложненных беременностей и дети с патологией. Но выхаживание их происходит в нейонатальном центре детской республиканской больницы. Это будет совершенно учреждение другого уровня и по оснащению медицинским оборудованием, и по подготовке кадров. Надо сказать, что кадры у нас уже все готовы. Мы только ждем, когда он... Я надеюсь, что к концу следующего года, я боюсь давать такие прогнозы, как обещают строители, что это будет в сентябре. Я все-таки надеюсь, что это будет к концу года все-таки свершиться. Появится современный новый перинатальный центр. Мне кажется, самое главное, что все-таки забота в республике о детях есть. И то, что это заметила министр здравоохранения России, это, мне кажется, что это какая-то оценка работы и нашей республики, и всех специалистов, которые заняты воспитанием подрастающего поколения, как говорили бы. Спасибо вам большое.